Добрый день, друзья! Заболевания дыхательной системы затрагивают жизненно важные органы, что делает их особо опасными для человека. Пневмония – одно из самых серьезных из заболеваний. Отсутствие своевременного лечения может привести к негативным последствиям, вплоть до летального исхода. Необходимо знать, как распознать пневмонию на ранних стадиях. И в ролике мы расскажем обо всем, что нужно знать о пневмонии и как распознать ее на ранних стадиях. Пневмония. Что это за болезнь? Пневмония на греческом обозначает болезнь легких. Легкие состоят из альвеол, в которых в нормальном состоянии происходит газообмен, кислород поступает, а углекислый газ выделяется. Пневмония поражает альвеолы, и они заполняются жидкостью. В результате этого дыхание становится затрудненным, а кислород поступает к органам в меньшем количестве, что влияет на их функционирование. При отсутствии лечения пневмония может поразить соседние органы, в том числе сердце, и последствия будут плачевными. Воспалительный процесс быстро распространяется по организму, и с каждым днем эффективность терапии становится все меньше. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше у человека шансов на полное излечение от болезни. Пневмония передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями, а также через лимфу или кровь зараженных. Однако проникновение возбудителей в организм еще не означает развитие болезни, запускают ее дополнительные факторы. Ослабление иммунной системы, переохлаждение организма, нездоровый образ жизни, стрессы и заболевания нервной системы, хронические заболевания органов дыхания и травмы дыхательных путей. Как распознать болезнь? Симптомы пневмонии отличаются по степени тяжести. Они меняются в зависимости от возраста, и у одних проявляются более выраженно, чем у других. Кроме того, они зависят от типа заболевания. Есть несколько общих признаков, по которым узнают пневмонию. Высокая температура, которая не проходит несколько дней. Кашель, вызывает боль в груди, выделяется мокрота. Кожа бледная, усиливается потоотделение. Возникает чувство усталости, человек слабеет. Уменьшается аппетит. Даже при слабых нагрузках или в состоянии покоя появляется одышка. В редких случаях пневмония сопровождается диареей, тошнотой и рвотой. Детские симптомы. Дети до 5 лет входят в группу риска. По статистике, в 20% смерть ребенка вызвана пневмонией. Такой показатель связан с трудностью установления диагноза. Педиатр не может послушать хрипы и распознать одышку. Ребенок не способен рассказать о том, что он чувствует, и это также затрудняет определение заболевания. Помимо основных симптомов, у детей развивается несколько особенных признаков. Дыхание напоминает кряхтение. Ребенка знобит. В районе носогубной кожа бледнеет или синеет. Ребенок быстро устает, много спит, капризничает. Если ребенок раздувает крылья носа во время дыхания, это тоже указывает на пневмонию. Детские врачи утверждают, что первые симптомы у ребенка легче увидеть, а не услышать. Если вы заметили один или два симптома, прислушайтесь к частоте дыхания. У младенцев пневмония иногда протекает без ярких признаков. Необходимо обратить внимание на активность, аппетит и тревожность. Симптомы у взрослых. У взрослых установить пневмонию проще. Симптомы носят общий характер. Боль в груди при кашле, затрудненное дыхание, мокрота при кашле, неровное дыхание, слабость, упадок сил. В группе риска находятся пожилые после 65 лет. У них пневмония часто сопровождается дополнительными заболеваниями, и вместе они дают осложнения на многие органы. Виды пневмонии. В зависимости от формы, источника инфекции и области поражения выделяют несколько видов пневмонии. Каждый имеет свои характерные признаки. Типичная. Ее отличает ход воспалительного процесса. Узнать типичную пневмонию можно по резкому скачку температуры, кашлю с выделением мокроты. Также иногда в отдельных областях легких чувствуется боль. Атипичная. Атипичная пневмония поражает верхние и нижние дыхательные пути. Она возникает в результате попадания в организм бактериальной инфекции. Заболевание медленно развивается и проявляет себя постепенно. Кашель обычно сухой. Чувствуется общая слабость, снижение жизненных сил. Реже появляется боль в горле, першение. Иногда наблюдаются головные боли. Крупозная. Данный вид пневмонии не встречается у детей и пожилых после 65 лет. Это связано со строением легких. В таком возрасте есть естественный барьер в альвеолах, предотвращающий движение инфекции. Крупозная пневмония – это инфекционно-аллергическое воспаление. При ней человека неожиданно начинает знобить, появляется одышка. Сначала кашель сухой, затем перерастает в мокроту с гноем, реже с кровью. Дыхание вырывается с болью с левой или правой стороны, смотря какое легкое поражено. Аспирационная. Этот вид пневмонии возникает из-за попадания в легкие токсичных веществ или инородных тел. Если они обладают специфичными свойствами, то провоцируют развитие заболевания. Главные признаки аспирационной пневмонии – одышка и кашель. Кашель может сопровождаться мокротой и гноем. Их появление провоцирует несколько факторов – нарушение процессов глотания, стоматологическое вмешательство, использование инструментов для гастроэнтерологического обследования, использование дыхательных аппаратов. Как протекает болезнь? В зависимости от хода развития болезни также меняются характерные признаки. Обычно пневмония длится 2-3 недели, но на точность срока влияют выбранные методы лечения и личные особенности человека. Пневмония протекает в разной форме. Острая форма. Чаще всего так развивается крупозная пневмония. Стадии быстро сменяют друг друга. Чувствуется озноб, температура доходит до 40 градусов. Если пневмония односторонняя, болит только пораженная легкая. Если двусторонняя – вся грудная клетка. Сначала проявляется сухой кашель, затем он переходит в мокрый. Реже наблюдаются кровянистые сгустки. Вяло текущее. Основные признаки – слабость, снижение жизненных сил, потеря аппетита, увеличение температуры до 38 градусов. Часто такая форма пневмонии возникает как осложнение простуды или бронхита, которые не лечились или лечились неправильно. Затяжная. Данная форма – следствие острой формы пневмонии. Если лечения отсутствует, то воспалительные процессы перекидываются из легких на другие органы. Ткань легких атрофируется, а функционирование органов в результате нехватки кислорода нарушается. Затяжная пневмония наиболее опасна. Группа риска. Здоровый организм с сильной иммунной системой в состоянии одолеть источник инфекции и остановить развитие заболевания. Но в некоторых случаях этого не происходит, и болезнь усиленно развивается. Наиболее всего развитию пневмонии подвержены маленькие дети. Иммунитет ребенка слабее, чем у взрослого, и он более подвержен заболеваниям. Симптомы обычно менее выражены, из-за чего установление диагноза затруднено. Пожилые старше 65 лет. В старшем возрасте иммунитет уже ослаблен, и организм не может самостоятельно справиться с пневмонией. Часто ее ход сопровождается развитием хронических болезней. Люди, страдающие от тяжелых заболеваний – диабет, сердечная недостаточность, ВИЧ и другие. Из-за этих заболеваний иммунитет снижается. Люди с вредными привычками – курение, алкоголь и наркотики – ослабляют организм. Особенно осторожными стоит быть курильщиком. Часто они путают симптомы пневмонии с обычными последствиями, которые настигают всех курящих со стажем – кашель, боль в груди и т.д. Методы профилактики пневмонии. Гарантированно защитить свой организм невозможно. Однако есть комплекс мер, которые способны снизить риск заражения и укрепить иммунитет. Для этого необходимо соблюдать гигиену. Один из способов передачи возбудителей – контакт на бытовой путь. Подхватить их можно через рукопожатие, прикосновение к грязным поверхностям и другое. Поэтому необходимо мыть руки с мылом. Делайте это после каждого пребывания в общественных местах. Также можно пользоваться антисептиком. Делать прививки. От всех видов заболевания прививки не защитят, но развитие пневмококовой пневмонии остановить могут. Также эффективны прививки против гриппа, так как частые последствия гриппа – вирусное воспаление легких. Избавиться от вредных привычек – это касается всего – курения, алкоголя, наркотиков. Однако именно курение наиболее опасно для здоровья легких. В процессе курения появляется налет на стенках дыхательных путей. Это снижает их способность к самоочищению и образуется благоприятная среда для жизнедеятельности бактерий. Заниматься спортом. Активный образ жизни – основа крепкого иммунитета. Спорт благотворно влияет на все органы и системы организма и делает их более жизнеспособными. Исключить вредную пищу и добавить в рацион больше витаминов. Для поддержания функционирования организма необходимо наполнять его витаминами и полезными минералами. Пневмония – это острая форма воспаления легких. Она относится к самым опасным заболеваниям, так как при отсутствии должного лечения пневмония вызывает развитие хронических болезней или приводит к летальному исходу. Узнать пневмонию можно по характерным симптомам – кашлю, высокой температуре, боли в груди, слабости и т.д. Особо осторожными следует быть, если подозрение на пневмонию у ребенка, у детей симптоматика выражена слабее. В редких случаях пневмония не проявляет характерных для нее признаков. Нужно быть осторожнее и вовремя обращаться в больницу, а также соблюдать меры, предупреждающие развитие заболевания. Если вам было интересно и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok